Одни из самых распространенных заболеваний неврологические. Любой человек в мире хотя бы раз испытывал головную боль, а когда она приходит, вспоминают неврологов, врачей, которые могут оказать посильную помощь в такой ситуации. Нервная система активно сотрудничает со всеми остальными элементами организма, а когда механизмы ее работы нарушаются, пора идти к доктору, способному помочь в борьбе с недугом. У неврологов есть профессиональный праздник, который отмечают 1 декабря. В понедельник мы посетили отделение неврологии, расположенное в Кашхабской районной больнице, которая включает в себя и реабилитационный центр. Заведует этим отделением врач-невролог Мурат Унаруков. Мурат Каспетович, расскажите нам, пожалуйста, почему Вы выбрали именно профессию медика, и почему именно неврологическое отделение? Дело в том, что у нас медицинская семья. Отец был неврологом, много лет работал в нашей больнице. Оба брата выбрали тоже эту стезю. Самый старший из наших братьев, он тоже был неврологом. Другого брата, Замат Касбекович, он работает стоматологом в Майкопе. Ну, как бы выбор был очевиден. Ну, соответственно, и выбор специальности конкретной тоже, в общем, наверное, был этим предопределен. Не жалеете о своем выборе? Нет, абсолютно. Как давно Вы работаете в Кашхабской центральной районной больнице? Ну, в Кашхабской центральной больнице в целом, если брать. Я начинал в поселке Майском, там была районная больница. Это с 2009 года. Здесь с 2014 года отделение было перенесено сюда. Мы начали работать здесь. А с 2015 года были открыты реабилитационные койки в нашем отделении, которые сейчас тоже существуют по уже объеме. Получается, первое место Вашей работы – это в поселке Майкопе? Да, там было неврологическое отделение. Начинали там. В общем, расскажите, у Вас как проходит Ваш рабочий день? Ну, с утра начинается обход. В дальнейшем делаются процедуры, которые я именно делаю, это иглоукалывание. Ну, время постановки игла, оно разбито по пациентам. Ну, часть пациентов с утра, часть в обеденное время, часть после обеда. Супсовок у больных много. Ну, за один раз всех проколоть, отколоть достаточно сложно. Дальше в течение дня я обхожу процедуры ЛФК, смотрю, как больные занимаются. Иногда спускаюсь в физкабинет, смотрю, процедуры как там осуществляют, потому что многие наши больные получают физиолечение. Отдел неврологии включает в себя 10 палат. На сегодняшний день число больных составляет 21 человек. Обслуживает их медперсонал из 13 человек. Все они выполняют свою работу на отлично. Пациенты довольны лечением и реабилитацией. В реабилитационном центре восстанавливаются не только больные Кашихабского района, но и со всей республики. Круглый год здесь можно наблюдать большой поток пациентов, ведь они записываются заранее. У нас запись на месяц, на полтора в период. Сейчас мы записываем уже на январь, даже на 27 января некоторые больницы записываем. Реабилитационные койки, они, скажем так, не только для больных с района, они для больных с республики. Мы обслуживаем большую часть населения Адыгеи, за исключением Токтамукаевского, Тюшевского района, но по приказу так, хотя очень много больных приезжает и оттуда. Ну, из года в год как бы есть и такие, но если говорить по реабилитационным больным, то одним курсом мало у кого ограничивается дело. Как правило, приходится и два, и три курса лечения проводить для более полного восстановления. Поэтому, естественно, чаще всего больные приезжают несколько раз. Я не первый раз, я уже приезжаю несколько лет сюда, так что лечение у меня здесь не первое. А вы довольны в целом? Я очень довольна лечением, потому что в прошлом году я была сильно, очень сильно больная, я даже не знала, что у меня за приступы, что у меня даже невозможно было определить, но здесь я получила квалифицированное лечение, и мне гораздо лучше стало. Сейчас я на ногах, слава Богу, и чувствую себя гораздо лучше. А вашим лечащим врачам что может сказать о Мурате Казбекович? О, Мурате Казбекович, мне кажется, это самый чудесный врач. Вот его лечение, вот именно его лечение меня поставило на ноги. Сосов Лидия Михаленко с города Майкопа, Мурат Унароков – врач от Бога. Благодаря его лечению состояние сына Вадима за короткий период времени, несомненно, стало лучше. Вы первый раз в этой больнице? Нет, мы в этой больнице уже четвертый раз на реабилитации. Вам нравится? Да, очень, конечно. Мы первый раз приехали и вообще были в коляске. И после проведенного лечения поднялся, взял трусточку и стал ходить. И каждый раз, когда мы приезжаем, врач, конечно, Мурат Казбекович, это, можно сказать, врач от Бога. Он очень внимательно, очень правильное лечение проводит. Да что ты плачешь? Нормально все. И все это нам, конечно, очень помогает. Капельницы, персонал обслуживающий, очень внимательные, очень грамотные, профессионалы все. Очень благодарны ему. Мы приезжаем через два месяца. Мы начали лечение в апреле месяце. И вот через два месяца мы уже четвертый раз приезжаем. Улучшения у нас явные, конечно, идут. В отделении есть два специально оборудованных кабинета ЛФК и кинезиотерапии, где с больными занимается инструктор Мурат Аутлев. Также пациенты могут самостоятельно в любое удобное для них время посещать эти кабинеты. У нас инструктор ЛФК Мурат Аскорбеевич Аутлев. Он занимается, плюс больные без него ходят, занимаются в свободное время. Он же массаж делает, у него массажист инструктор ЛФК. Вот, примерно так. Ну, физкабинет мы задействуем, который есть в больнице, который на больницу работает. На втором этаже тоже, как бы, вот туда больницу направляем. Сам руководитель отделения, безусловно, доволен работой своего коллектива. Нам было интересно, что скажут про него и его коллеги. С 15-го года я с ним работаю. Сперва у нас было неврологическое отделение, потом добавили, в общем, открыли с 15-го года реабилитационный центр. Но уже 6 лет я с ним работаю. Как вам с ним работается? Очень хорошо, очень спокойно. Дай Бог каждому такого врача. Что можете ему пожелать к празднику? Здоровья, счастья, успехов в личной и в работе. Традиционно в заключении в честь праздника прозвучали поздравления и пожелания. Ну, хочется пожелать, конечно, всем врачам, и особенно нашему Мурату Казбековичу, здоровья, творческих успехов в работе. Он, конечно, весь в работе, ему чувствуется, что он доволен своей работой, ему это нравится. Мы еще больше довольны, нам еще больше нравится, потому что мы выздоравливаем от его процедур, от его внимания, заботы. Спасибо ему большое. Вчера был праздник, что можете пожелать врачам генпровода? Ну, конечно, терпение, умение и самое главное – здоровье, чтобы все у них получалось, чтобы было меньше тяжелых больных у них. И самое главное – процветание. Вот это вот я им пожелаю. И здесь коллектив очень хороший, медперсонал и старший, и младший, и санитарочки – все очень хорошие, все внимательные. Очень, ну, мне нравится здесь. И лечение идет, самое главное, на пользу. К празднику что можете пожелать вашим коллегам? Терпение, любить свою работу, по-другому никак. Ну, и пациентов, которые будут приносить удовлетворение доктору. Мы присоединяемся к поздравлениям, а всем остальным пожелаем просто не болеть. Натуся Кучмея, Зава Сергея Лобынцев. Новости Кашхабского района.